Московским школьникам рассказали о главном символе Великой Отечественной – Общество. Рисунок к статье. 16 апреля 2015 года 16.15. Виктория Виноградова. Текст фото-видео. Московским школьникам рассказали о главном символе Великой Отечественной. В столице проходит уроки патриотического проекта «Знамя нашей победы». Тема «Знамя нашей победы» Московская школа номер 951 из лучших в городе. И не только по результатам единого государственного экзамена, а, прежде всего, по масштабам военно-патриотического воспитания. Педагогический коллектив учебного заведения успешно сочетает традиции советских лет с акциями нового времени. Здесь функционирует музей боевой славы им. Маршал Рокоссовского, созданный еще в начале 80-х, и который по сей день курирует ветеран Великой Отечественной войны Виктор Хамцов. Регулярно проводятся смотры строя и песни, уроки мужества, экскурсии в столичные музеи ВОВ. Участвуют школьники и в знаменитой акции «Бессмертный полк», стартовавшей несколько лет назад в Сибири, а ныне ставшей международной. Учащиеся и педагоги школы принимают участие в торжественном шествии, неся в руках портреты воевавших предков. Для нас, как и для всех москвичей, важнейшими являются три даты. 23 февраля, 9 мая и 5-6 декабря. Начало контрнаступления советских войск под Москвой, говорят учителя школы. Именно в эти дни у нас проходят самые массовые и торжественные патриотические мероприятия. На снимке, один из организаторов проекта «Знамя нашей победы» Владимир Исаков на патриотическом уроке в московской школе номер 950. Слеш фото предоставлено автором. На урок обучающего, просветительского, проекта «Знамя нашей победы» собрались старшеклассники, ученики 8-11 классов. Для них, как и для других школьников страны, уже посетивших патриотические занятия проекта, была подготовлена специальная программа, состоящая из трех частей. История Кумачева-Востяга, водруженного над поверженным Рейхстагом бойцами Красной Армией Егоровым, Берестом и Контарией. Региональная составляющая, рассказ о битве за Москву, и практическая часть, изготовление копии «Знамени Победы». Об истории Кумачева-Востяга, водруженного на купол Рейхстага, а также о легендарных 171-150-й стрелковых дивизиях, штурмовавших немецкий парламент, ребятам рассказал один из организаторов проекта «Знамя нашей победы», историк Владимир Исаков. Он напомнил школьникам о подвиге многонационального советского народа, лучшие сыны которого, минус грузин Мелитон Кантария, украинец Алексей Берест и русский Михаил Егоров, ранним утром 1 мая развернули Кумачевый стяг над поверженным Берлином. Тогда это был единый народ, сплоченный одной великой целью – победить. Брат бился за брата, друг за друга, и не было различий между людьми. Победу одержал советский человек, сказал Владимир Исаков. Владимир Исаков, нынешние историки любят спорить, какие же времена были лучшие – Российская империя или Советский Союз. Но мы с вами, ребята, должны стоять на следующей позиции – патриотически относиться ко всей нашей истории. И к периоду Российской империи, во времена которой также были Великие Победы. И, конечно, к периоду Советской истории. И вот, смотрите, на знамени Победы написано «Кутузова, 2-й степени». В Советской армии существовала преемственность от той царской армии, победившей Наполеона в Первой Отечественной войне. Тогда в советские времена были крупные операции, названные именами легендарных полководцев прошлых времен – Багратиона, Ушакова, Нахимова. Нужно всегда помнить и чтить своих героев. На снимке, учащиеся старших классов Московской школы номер 950 на патриотическом уроке «Знамя нашей Победы» слэш-фото предоставлено автором. О героизме советских людей, насмерть державших оборону Москвы, защищавших ее от авианалетов, сражавшихся в партизанских отрядах, говорил еще один организатор проекта, также историк по образованию, Дмитрий Дубовенко. Отвечая за региональную часть урока, он рассказал учащимся об основных этапах битвы за столицу, минус об одном из самых масштабных и судьбоносных сражений за время Второй мировой войны, которая была проиграна немцами, несмотря на их общее численное превосходство. Дмитрий Дубовенко, вы живете в действительно великом городе, которому присвоено звание город-герой. Никогда не забывайте об этом. Например, я, когда бываю в различных командировках, и мне приходится представляться, я никогда не забываю эту приставку. И всегда говорю, Дмитрий Дубовенко, город-герой Тула. И никак иначе. Потому что по-другому я просто не могу. В конце урока состоялось изготовление копии штурмового флага 150-й ордена Кутузова, степени Ядритской стрелковой дивизии, главного символа победы. После традиционного фото на память, ученики 950-й школы торжественно перенесли знамя в Музей боевой славы. Теперь, по словам педагогов, оно станет ключевым участником всех патриотических мероприятий, проводимых в школе. На снимке учащиеся старших классов Московской школы номер 950 вместе с копией знамени нашей победы, которые они изготовили собственными руками, фото предоставлено авторам. Занятие проекта «Знамя нашей победы» в средних учебных заведениях столицы продолжится вплоть до юбилейных торжеств 9 мая. К проведению уроков будут привлечены профессиональные историки, ветераны Великой Отечественной войны, потомки великих советских полководцев, а также простые москвичи, которые помнят осажденную Москву 1941 года. В ближайшее время один из таких уроков проведет и лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов. Снимок в открытии статьи. Учащиеся школы номер 950 граммов. Москвы участвуют в создании копии знамени победы. Слеж фото предоставлено автором. Читайте последние новости и материалы свободной пресса в социальных сетях. Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Google+, Живой журнал и Мир Тесин.